Здравствуйте, дорогие друзья! Рад вас приветствовать на моем канале, посвященном семиструнной гитаре. И сегодня на примере трех простых аккордов мы подтачиваем технику простого боя. С чего же начать? Прежде всего, давайте определимся. В нашей партитуре существует два инструмента, это контрабас и гитара. Наша басовая струна это контрабас, а указательным пальцем я играю ритмическую основу, то есть аккорды. Первый ре минорный аккорд. Первый палец нота ля, третья струна, второй лад. Третий палец нота ре, вторая струна, третий лад. И четвертый палец нота фа, это первая струна, третий лад. Начинаем с того, что играем басовым пальцем седьмую струну на туре. После этого происходит удар сверху вниз указательным пальцем. Когда я произвожу этот удар, то произвожу удар только половиной пальца, то есть удар происходит из этой фаланги. На вторую четверть происходит хлопок, то есть этой частью ладони я душу струны. В то же самое время, в момент дужки струн, я произвожу удар пальцем по этим уже закрытым струнам. После того, как я произвел удар вниз указательным пальцем, у меня еще осталось время на последнюю восьмую в этом такте. В совокупности звучит следующее. Бас, вверх, аккорд, вверх. Еще разочек. Теперь закольцуем этот аккорд и поиграем его несколько раз. Семиструнная гитара обладает большой палитрой обертонов, и поэтому необходимо в аккомпанементе грамотно глушить, заглушать наши струны, иначе у нас будет каша. Поэтому я и использую по испанской терминологии, это называется апогадо, удар с заглушенными струнами. Первый аккорд ре минор. Дальше происходит смена баса. Средним свободным пальцем сжимаю ноту фа, третий лад седьмой струны. То же самое внизу. После этого сдвигаю как бы эту постановку в пятый лад. И убираю мой третий палец, зажав тем самым маленькое барре. На третьем ладу. У вас есть возможность сыграть и четвертую ноту фа. Тогда у вас будет соль минорный септаккорд. И последняя доминанта ля мажор. Просто барре во втором ладу. Для того, чтобы это не звучало банально и скучно, я пользуюсь еще нонной си бомолем. Это третья струна, третий лад. Средним пальцем. Тем самым у меня возникает скрытое голосоведение. Си бомоль и разрешение в ля. Наверх си удар. И последний удар наверх уже без ноты си бомоля. Тем самым звучит разрешение ля мажор. Главный секрет во всей этой игре, игра должна быть легкой. То есть не колотите как трактор в Беларусь или дизельный какой-то генератор по всем струнам. Играйте кончиком указательного пальца. Легко струнам. Я знаю, что очень много моих учеников играет на стальных струнах. И там действительно у вас необходим мягкий удар. Иначе гитара будет звучать перегруженно и некрасиво. Второй аккорд. Во всем этом аккомпанементе я использую пунктирный ритм. То есть... Представьте себе старую железную дорогу. И на стыках стрелок проезжающий состав гремит колесами. Пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам. Следите всегда за тем, чтобы все струны вовремя заглушались. Те, кто использует холостовую технику и имеет возможность играть басовый голос большим пальцем левой руки. Мне это не совсем удобно, так как я играю на широком грифе. Поэтому я избегаю сознательно этой техники. Я надеюсь, что этот короткий урок вам понравился. Я буду разнообразить наши уроки для более прогрессивных учеников, которые могут играть и уже более сложные произведения. И для начинающих, чтобы всем было интересно. А вам всем желаю здоровья, успехов в учебе. И оставайтесь онлайн. А с вами был ваш Макс. Пока.